Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Мария, и у нас третий обзор покупок из магазина Светокор. Сразу хочу сказать, что я проживаю в городе Вязем в Смоленской области, поэтому цены могут отличаться от ваших магазинов, но это небольшой разброс от 2 до 5 рублей. Также я буду пользоваться чеком, чтобы не обмануть вас по ценам, и давайте приступим. И первое, с чего мы начнем, это вот с такой селедочки. Сразу извинюсь, что в пакетике не буду доставать, так как она протекает в баночке чуть. Про эту селедку я говорила в предыдущих двух своих видео, и вот вам показываю баночку. Вот так она выглядит. Вес баночки 1,2 кг. В баночке находятся 3 селедки, очень вкусные, в меру соленые. Произведены они в городе Брянске. Такая баночка стоит 119 рублей 90 копеек. Следующее, что я взяла, это вот такой майонезный соус. Он легкий, массовая доля жирности 15%. Я в последнее время всегда беру легкие майонезные соусы, потому что зачем перегружать организм. Весит он 750 грамм, вот этот пакетик. Я его уже попробовала, приятный майонезный вкус. И стоил такой пакетик 28 рублей 90 копеек. Дальше, я взяла вот такой кусочек российского сыра. Правда, я его еще не пробовала, но по виду он ничем не отличается от сыра в других магазинах. И стоит он 271 рубль 90 копеек за килограмм. В принципе, цена вполне адекватная. Он достаточно упругий, я люблю твердые сыры. Так что к Новому году это будет в самый раз. Дальше, что меня порадовало. Появилась у нас новиночка. Это вот такая ветчина ароматная. Она полностью куриная. И сейчас вам покажу в разрезе. Вот такая она в разрезе. Там чувствуются кусочки мяса. Мне очень понравилась такая натуральный запах. Запах, даже он мне больше не напоминает, запах домашней тушенки. Но колбаска действительно очень вкусная. И цена ее 169 рублей за килограмм. Это бюджетно, мне кажется. За такую вкусную колбаску это очень дешево. Так что, если у вас в магазинах есть такая колбаска, берите, не пожалеете. Я буду брать. Мне понравилось. Дальше, с чем я, как говорится, напортачила, мягко говоря. Кинулась мне цена в глаза вот этих шпрот. 28 рублей. Не стала я читать их, что написано на банке. Взяла две штуки. В радостях, что шпроты по такой цене. И только дома я прочитала, что это шпроты мелкие и они с головой. Я их еще не открывала, потому что я представляю, что там будет. Ну, думаю, куда-нибудь я их приспособлю. Может, какие-то салатики. Так что, читайте. Не будьте такими, как я. Шпроты вот эти, конечно, не очень. Ну, какая цена, такие и рыбки. Дальше. Давайте продуктовые покупочки сейчас пока отложим. И перейдем мы к химии, к хостоварам. Взяла вот такие губки. Тут 10 штук. Разноцветные они. Ну, среднего размера, как и обычные губочки. Стоили они 17 рублей 90 копеек вот за эту упаковочку. В бюджетном больше сказать мне о них нечего. Дальше. Взяла вот такую пасту. Вот так вот. Паста у нас стоила 28 рублей 90 копеек. Я уже попробовала два раза почистить ей зубы. Ничего плохого сказать не могу. Обычная паста, чем-то похожая на новый жемчуг. Вкус достаточно приятный, нерезкий, очищающие свойства хорошие. Так что, почему бы не брать такую пасту. Дальше. Взяла вот такую пищевую пленку. Тут в ней 20 метров. И стоила она 11 рублей 50 копеек. И взяла вот такой освежитель воздуха. Морской бриз. Запах очень хороший. Достаточно стойкий. Длительный эффект. Стоил он 39 рублей 90 копеек. В принципе, такие же освежители можно найти и в других магазинах. Но я взяла там уже заодно. Хороший освежитель. И теперь давайте перейдем к самому интересному, самому вкусному. Это к сладенькому. Одно сладенькое у нас конфетки. Я взяла 5 видов конфет. Были они расфасованы по килограмму в пакетике. Не буду вам показывать пакеты, так как я их уже открыла, рассыпала. И остановимся отдельно вот на каждой конфетке. Взяла вот такие вафельные конфетки. Называется «Путешествие великана». Стоили такие конфетки 128 рублей 90 копеек. И давайте я сейчас открою и покажу вам данную конфетку на разрезе. Вот такая конфетка. Обычная вафельно-шоколадная. И вот такая она на разрезе вафелька с шоколадной начинкой. Достаточно вкусные конфеты. Мне они понравились. Следующие конфетки это вот такие «Джази». Они с нугой, арахисом и карамелью. Стоили они 134 рубля 90 копеек за килограмм. И давайте посмотрим, что у них внутри. Вот такие конфетки. Тоже мне эти конфеты очень понравились. У них приятный вкус. Чувствуется орех. Они нежные. Они нежные с такими кусочками орешков. Так что очень хорошие. Тем более за такую цену. Следующие конфетки, которые мне вообще-то фаворит, наверное, этих всех моих покупок. Это вот такие батончики. Это, конечно, не оригинальные батончики, к которым мы привыкли еще с советских времен. Но это вот такой аналог. Вот такие они беленькие. Ну, в принципе, разрезать их смысла нет. Они и внутри такие же. Стоили они 109 рублей за килограмм. Цена, мне кажется, дешевле некуда. Следующие конфетки. Это вот такое птичье молоко. Суфле. Называются они птичьи сказки. Это, мне кажется, такой аналог популярных конфет. Птица дивная, кажется, рекламирует. Ну, давайте откроем их. Стоили они 76 рублей 90 копеек за килограмм. Вот такая конфетка внутри. Чуть помялась. Ну, ничего страшного. И вот она на разрезе. Обычное птичье молоко. Вкусное. И еще один вид конфеток у нас. Это вот такие конфетки. Кракант с миндалем. Это грильяжные конфетки. Но это не настоящий грильяж. Это вот такой, как аналог. Но достаточно вкусные. Мне понравились. Стоили они 175 рублей 90 копеек. И давайте их откроем. Вот такая упаковочка. И давайте посмотрим, какие они на разрезе. О! Вот такие они. В принципе, достаточно похожи они на грильяж. Мне понравились по вкусу. Вот. Больше конфет я не брала. Правда, там выбор конфет очень большой. Вафель, пряников, тортиков шоколадных. Те, кто был, вы, конечно, знаете. Какие там большие коробки с этими пакетами. И еще я взяла вот такой кофе Якобс Монарх. Объем, вес 190 грамм. Стоил 219 рублей. Уже попробовала. Очень хороший кофе. Такой же, как и в наших пятерочках, магнитах. Не подделка. Мне понравилась. И цена самая адекватная. 219 рублей за пакетик. Ну, вот и все мои покупки на сегодня. Надеюсь, вам понравилось. И это видео было вам полезно. Спасибо за внимание. И пока-пока.